Разговоры о строительстве новых общедоступных волейбольных площадок и нового стадиона для пляжного волейбола высокого уровня в дюнной зоне на месте так называемой ямы велись уже с весны. Уже в июле начали возведение двух новых общественных площадок для пляжного волейбола. Одна из них находится в Видумпляве на левом берегу города у пожарной части около автозаправочной станции Лукоил. Вторая волейбольная площадка расположена в Парвенсе на улице Таргалос около Венсполской 5-й средней школы. Работы практически завершены. Площадки планируются открыть уже на следующей неделе. Волейбольные площадки будут построены в соответствии с принятыми международными стандартами площадок для пляжного волейбола. В этом году у нас было запланировано строительство двух новых площадок. Сейчас все на конечном этапе. Уже до конца августа все работы будут завершены. И, как вы видите, сейчас практически все готово. Осталось установить штативы для волейбольной сетки и скамейки. На этой неделе, думаю, все закончим. И, скорее всего, сделаем праздничное открытие. И передадим площадки в общее пользование. Как видите, площадки оборудованы освещением. Так что их можно будет использовать и в вечерние часы. Хоть площадки построены к концу летнего сезона, это совсем не означает, что они будут пустовать до весны. То, что сдаем площадки так поздно, может, не лучший момент. Но, с другой стороны, летом люди больше времени проводят на пляже. А осенью особо на пляж не походишь. И как раз будут такие осенние площадки здесь. Скоро 1 сентября. Здесь недалеко и школа. И ученики смогут приходить сюда? Да, они сейчас и олимпийские игры посмотрели. Это может стать хорошим мотиватором заниматься больше спортом здесь. На вопрос, появятся ли в городе и в следующем году новые площадки, доступные всем любителям волейбола, господин Каусенекс отметил, если будет спрос, то не исключено строительство еще большего количества новых площадок. И если сейчас возведение новых площадок в городе на финишной прямой, то строительство стадиона для пляжного волейбола в дюнной зоне, в так называемой яме, начнется в сентябре. Строительство начнется осенью. Чтобы летом, когда люди идут на пляж отдыхать, никто им не мешал работающей техникой. А через пару месяцев к зиме строительство будет завершено. В следующем сезоне уже будет полностью оборудованы три дополнительные площадки. Вместо существующих двух площадок в яме будет доступно целых пять. Член правления Олимпийского центра Венспол Сулдис Бойтманис очень рад, что наконец-то в Венсполсе будет стадион для пляжного волейбола высокого класса, что поспособствует еще более активному продвижению этого вида спорта. На данный момент в городе активно работает основанный в начале года клуб пляжного волейбола «Блокс», в котором под руководством энергичного Айна Рассока занимается около 50 человек. Уже 15 сентября начнутся строительные работы, те, что определило предприятие «Оста Селтнекс». И в результате мы получим четыре площадки для пляжного волейбола с возможностью возведения и пятой площадки. Этот пляжный стадион строится с целью проведения одного из этапов латвийского чемпионата. И одно из условий – это чтобы было четыре волейбольных площадки и одна площадка для разогрева. Также необходима палатка для участников, трибуна для зрителей на 500 мест. Этот проект предусматривает все эти вещи. После строительства нового стадиона на пляже, дюнная зона и известная яма будут выглядеть совершенно по-другому. На стадии проектирования велось тесное сотрудничество с государственными учреждениями по защите окружающей среды. Строительство в приморской зоне, в 300 метрах от берега, вообще-то недопустимо. Все должно быть согласовано. Здесь и редкие растения есть, на них настихомые различные, все взаимосвязано. И надо, чтобы строительство не принесло урона природе. Все это было учтено. Также были рассмотрены и другие места в городе для нового стадиона. Но все сошлись в одном. Яма в дюнной зоне – лучшее решение. На комиссии рассматривалось много других мест – и сад Рейнчу, и парк приключений. Но мы все пришли к решению делать здесь, несмотря на все трудности и необходимые согласования. Результат мы уже увидим в конце ноября. Да, дюну немного надо будет подвинуть, так как места здесь пока недостаточно. Но проект подразумевает – сколько растений мы уберем, столько же и посадим взамен. Природа и спорт должны быть в мире и согласии. Улдис Бойтменес рассказал, что одним из условий была посадка вдоль границ стадиона новых растений. Был привлечен и один профессор. Он ходил здесь, рассказывал о ветре. Надо, чтобы ветер сильно не дул и не портил песок. Это целый процесс. И во время строительства все эти процессы будут возобновлены, чтобы природе не был нанесен урон. Строительство стадиона в данном случае совсем не означает, что будут возведены какие-то постройки. Есть надежда, что в следующем году здесь пройдет этап Латвийского чемпионата. На время турнира будут размещены и трибуны на 500 зрителей, которые можно будет демонтировать после турнира. А в остальное время, как и прежде, этими площадками смогут пользоваться все желающие. К тому же, всю дзюнную зону планируется преобразовать в благоустроенное место для активного отдыха. Рядом с волейбольными площадками восстановить и построить пешеходные мостки, установить велоштативы, урны для мусора, а также обеспечить стадион водоснабжением и освещением. Общая сумма затрат на реализацию данного проекта немного меньше 80 тысяч евро. И господин Бойтман из отметил, что все денежные средства выделены из государственного финансирования. Диана Олехновича, Артуранш, Индзи Жодзин, Шкурзмское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok